Несколько стихов про то, как Кришна и его друзья приходят в лес Вриндавана. Шукадева Гасвами продолжал, «О царь, однажды Кришна решил вместо обычного завтрака устроить лесной пикник. Проснувшись рано утром, он протрубил свой рожок и разбудил его красивыми звуками всех пастушков и телят. Затем Кришна и другие мальчики, каждый из которых гнал впереди себя стадо своих телят, отправились из Раджабхуми в лес». Итак, здесь объясняют Ачаре, что это был первый раз, когда Кришна так далеко ушел из своего дома. И он попросил, чтобы мама приготовила для него такие, ну, вкусный завтрак, то есть они идут на пикник, это первый раз, с друзьями. Самое лучшее время для того, чтобы дружить, самый лучший возраст для того, чтобы дружить, это когда человеку сколько лет? Нет, пять. Пять лет. Это самый лучший возраст. Я сейчас даже объясню, почему. Потому что до этого момента слишком маленький, беспомощный, он нуждается в маме, да, то есть он, конечно, куда-то уходит, держит телят за хвост, который тащит его по грязи, да, по навозу, но все равно мама где-то рядом находится. Вот где-то рядом, она беспокоится о нем. Но когда он уже немножечко подрастает, его уже отпускают подальше, он может пойти с друзьями. И там вот есть важный момент. Во-первых, у него как бы свободы стало побольше. Во-вторых, еще семьи нет. Никаких правил, да, сначала никакой ответственности нет. То есть не надо деньги зарабатывать, не надо вступать в бизнес-отношения с окружающими, правильно? То есть не надо вот, выгодно ли мне общаться с этим пастушком? Что я с этого заработаю? Сколько я сока накручу, вот общаясь с ним? Есть у меня вообще такая вот, ну как бы, повод для общения? Нет такого, правильно? Нет. То есть семьи нет, заботиться ни о ком не надо, зарабатывать деньги не надо, уже другие отношения, правильно? Третий момент, что никаких правил нет. Потому что когда мы солидные люди, да, то значит какой-то этикет, надо следовать какому-то этикету. Маленькие мальчики никакому этикету не следуют и никто от них даже это не ждет. Никто не будет их стыдить. А почему ты едешь левой рукой? А что ты вот так, да? Тем более там некому еще стыдить. Потому что там никого нет. Они чем дальше влез, тем больше прав. Они поэтому так далеко уходили. Вот. Поэтому, соответственно, смотрите, уже какая-то свобода есть, потом ответственности никакой нет, выгоды, взаимовыгодности какой-то не надо. Третье, никаких правил нет. И четвертое, все равны. То есть они вот идут, и они на равных. И вот это вот по-настоящему дружба. То есть ни у кого еще заводов, пароходов нет. Вот есть как бы посох, вот есть там какие-то украшения лесные из цветов. Больше ничего нет. На равных. Кто тут? Ты что ли главный? А сейчас проверим. Вот такая вот, вот в такой ватаге, соответственно, он выходит пасти телят. И говорится, до этого Ачарьи объясняли, что пастушки, они приходят к Кришне, они настолько скучают ночью, чтобы пасти вместе с Кришной телят и коров, что они ночью приходят в дом Нандой. И начинают стучать в дверь и говорят, Кришна, выходи, уже пора пасти коров. И Ишода все время их отгоняет, говорит, еще рано, и потом. В конце концов, они просыпают, и поэтому Кришна их будет своим рожком, будет всех своих друзей, что пора, уже что вы спите-то? Я тут первый встал, что вы спите? Пойдемте, все. Гоня перед собой своих стада телят, сотни и тысячи пастушков вышли из своих домов во Враджабхуми и с радостью присоединились к Кришне. Мальчики были очень хороши собой и несли с собой корзинки с завтраком, рожки, флейты и пастущей посохи. Каждый из пастушков вел своих телят, и у Кришны тоже были бесчисленные телята, собранные в стадо. Придя в лес, мальчики, охваченные радостью, стали всячески развлекаться. Хотя матери всех этих мальчиков уже надели на них украшения из качи, гунжи, жемчуга и золота, в лесу мальчики пастушки украсили себя разными плодами, зелеными листьями, букетами цветов, павлинями, перьями и разрисовали себя минеральными красками. Все пастушки воровали друг у друга корзинки с завтраком. Когда владелец корзинки обнаруживал, что у него стащили его корзинку, другие мальчики бросали ее тем, кто находился дальше от него, а они бросали ее еще дальше. Все, кроме отчаявшегося владельца корзинки, смеялись, но когда он начинал плакать, ему возвращали корзинку. То есть они издевались, но в пределах разумного. То есть всем было. То есть это на равных. То есть вы не можете украсть, украсть у гуру, у папы, украсть корзинку с едой. Это слишком как-то грубо. То есть это старшие, нужно какое-то болговение, нужно слушаться, нужно подчиняться. Вот так вот украсть и пошутить можно только на равных. То есть они были равные. И даже когда они потрунили друг на другом, то есть как бы так вот, а я выше тебя, видишь, мы тебя забрали. Если тот расстраивался, они возвращали ему эту корзинку, говорят, да мы просто пошутили, не переживай. Иногда Кришна углублялся в лес, чтобы полюбоваться его красотой. Тогда все остальные мальчики бежали вслед за ним, и каждый из них кричал, ахампур вам, ахампур вам, я догоню Кришну и дотронусь до него первым. Я первый прикоснусь к нему. Так снова и снова прикасаясь к Кришне, они насхождались жизнью. Мальчики занимались кто чем. Одни играли на флейтах, другие трубили в рожки, некоторые жужжали, словно пчелы, или подражали пению кукушек. Куру Махараджи в этот момент, он всех вдохновлял жужжать, куковать. Показывал пример, я не смогу так сымитировать. Некоторые мальчики изображали летевших птиц, бегая по земле за их тенями, а некоторые копировали изящные движения и величавую стать лебедей. Кто-то застывал на месте, как цапля, а кто-то танцевал, подражая павлина. Некоторые мальчики приманивали к себе молодых обезьян. Так вот звучит молодых обезьян. Просто вот этих маленьких обезьянышей. Приманивал к себе. Или залезали на деревья и начинали прыгать с ветку на ветку, как обезьяны. А некоторые вслед за обезьянами корчили друг другу рожи. То есть никаких правил предписаний. То есть никаких вот так вот нельзя, вот так несерьезно. Все можно. Просто эмоции, они проявляются безудержно. Некоторые мальчики отправлялись к водопадам и, переходя через реку, прыгали вместе с лягушками и хохотали, видя в воде свои отражения. Слыша отголоски собственных голосов, они начинали пререкаться с эхом. То есть они ругались в колодец, еще куда-то. И тот отвечал ему тоже руганью. И они его опять ругали. И вот стих, перевод этого стиха, который я прочитал. Так пастушки игрались с Кришной, источником Брамана, сияния, в которое хотят погрузиться гьяни, с Кришной, в которой преданные, считающие себя его вечными слугами, видят Верховное Божество, с Кришной, которого обыкновенным людям кажется обычным ребенком, накопив плоды богочестивых поступков, совершенных на протяжении многих жизней, они получили возможность общаться с Верховной Личностью Бога, чем еще можно объяснить выпавшую им удачу. Итак, смотрите, здесь описаны то, как Кришна и его друзья вот так вот дурачатся вместе. И все это, все это прослужение. Вот так со стороны может показаться, ну что это, в принципе, как у обычных детей. Вот, но в действительности я тоже, может быть, так, как они смогу сделать с Кришной. Вот раньше времени запрыгнул Кришне на плечи, чтобы он меня, как выигравший в соревновании, покатал куда-нибудь. Но в действительности здесь только прослужение. И здесь ничего, кроме служения, нет. Каждая лила, каждая лила, которую мы видим в Шимад Бхагаватам, это только служение. Никаких чувственных насхождений здесь нет. Только прослужение. И здесь, смотрите, перечисляются то, как к Кришне относятся разные живые существа. Гьяни. Гьяни видят его, как сияние Брамана. Знаете, почему они его так видят? Намучились, потому что. Они намучились в материальном мире. Их достали уже эти отношения. Они пытались найти Кришну здесь, в этих отношениях. У них ничего не получилось. В конце концов, они сказали, нам не нужны, нам не нужны материальные отношения. Мы хотим, нас достало корысть. Мы хотим бескорыстия. И покоя. И покоя. Это есть бескорыстие. Что такое покой? Мне ничего не надо. Почему у нас столько проблем? Потому что много чего надо. Поэтому давайте ничего сделаем так, чтобы ничего не надо было. Вот это ничего не надо, это и есть Брама. Там никаких проблем нет. Хотите, чтобы ничего не надо было? Ну как нет? Хотим. Кришне тоже это хотят. Чтобы никакой корысти не было. Все в духовном мире, они уже все осознают Брама. Все Приджабаси осознают Брама. Потому что у них нет никакой корысти. Все пастушки, они выше, чем Брама. Они прошли эту стадию. У них нет никакой корысти. То есть гьяни остались позади этих пастушков. Они обогнали этих гьяни. Второе, что о чем здесь говорится. Кого бахты считают Верховным Господом? Это что значит? Это значит, что Он Бог, и мне нужно Ему подчиняться. Мне Ему нужно служить. Пастушки это понимают? Пастушки обогнали всех бакт. Они обогнали гьяни. У них нет никакой корысти. Так же, как у гьяни нет никакой корысти. Они обогнали бакт обычных. Потому что те хотят служить, и эти тоже хотят служить. Но пастушки, они служат еще, они предугадывают то, что порадует Кришну. Им не нужны какие-то правила. Им не нужно, так скажем, все прописывать в книгах, что сейчас нужно сделать, чтобы Кришне понравилось. Они это чувствуют. Они спонтанно это делают. И они настолько хотят служить, что они забывают, что Кришна Бог, потому что с Богом какие-то вещи, какое-то служение сделать невозможно, даже если вы этого хотите. Ну как бы неприлично. Представляете, Нарайна. Прибегают пастушки и говорят, ну что, побежали. Или кто-то у Нарайны забрал узелок с едой. Или накормил его цветами, как нам сегодня рассказывали. Представляете, Нарайна так вот. Так вот тут вот эти стоят с опахалами, омахивают его. Здесь вот Лакшми, здесь вот принесли ему подношение, огромный поднос, драгоценные предметы там. Вот еда роскошная все. И он зачерпывает, ложки нет у него, руками же. Все нормальные Нарайны едят руками. Он берет это. Одну из четырех рук. Он берет и так вот пробует. А это оказалось не халава, а это жасминовые цветы. Или там самоса с жасмином. Это же аппарат. Никакому преданному на Вайкунхе даже в голову это не придет. Почему у него засовывают этот жасмин, Кришне засовывают жасмин в эту самосу? А кто ты такой? Что ты о себе думаешь? Даже когда Кришна показывает им вселенскую форму. Однажды там ему нужно было, я не помню, а он проиграл. Кришна проиграл в каких-то соревнованиях. Или что? А, он опоздал. Опоздал или проиграл? Опоздал, по-моему. Он опоздал и ему говорит, а что ты, все, мы с тобой не будем играть. А знаете, я Бог. Да ладно. Да, я вам могу показать вселенскую форму. Да, он проиграл это после какой-то проигры. Он проиграл и говорит, я не могу, я не могу тебя тащить на своих плечах. Почему ты не можешь меня тащить? Потому что я Бог. А докажи. И он показывает им вселенскую форму. Он открывает рот от удивления. Кришна, ну ты даешь. Ну ладно, сегодня мы тебя прощаем. Сегодня ты отмазался. Но в следующий раз тебе это не поможет. Представляете? Вот это на равных. С Богом на равных. И сакираса, значит, что такое сакираса. Это означает, что есть равенство. Есть равенство. Сакираса. Иногда тоже преданные, мы говорим, что есть, преданные должны дружить. Да, вот это разные вещи. Дружба и сакираса, это про разные немного. Это разные оттенки, как нам сегодня объясняли на лекции, на вина нерады пробовать, что в санскрите есть разные слова для того, чтобы показать степень близких, дружеских отношений. Вот сакираса, это точно на равных. Это означает, что... Что значит на равных? Это означает, что иногда я для тебя старший, а иногда ты для меня старший. Называется на равных. Если... Иногда я у тебя спрашиваю, слушай, вот я не могу разобраться, ты можешь мне помочь? Конечно, помогу. Потом он мне спрашивает, а ты можешь мне здесь помочь? Да, вообще не проблема. То есть у нас должно быть, не у нас, а у кого и сакираса, должно быть такое, что в чем нуждается тот, а у меня такое, что нуждается он. То есть взаимная нужда должна быть. Если этого нет, вот сколько угодно, говорит, ну давай мы будем с тобой друзьями. Но она же и так не бывает, правильно? Если только я спрашиваю этого человека, значит, что я нуждаюсь в нем, он старше для меня. Это не сакираса. Если только он у меня спрашивает, то это тоже не сакираса. Сакираса, значит, что мы друг у друга спрашиваем, и не просто так вот спрашиваем, как вот на намахатах. Вот поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями. Нет, я прям вот не разбираюсь, я прям не разбираюсь. Ты можешь мне помочь? И мне интересно, я хочу узнать его мнение. И вот Кришна, это про вопросы мы говорим, а также ну какие-то, в чем-то нужда есть. Вот ты можешь там соревнования, кто сильнее, они борются с Кришной. Они бегают на перегонки. Кришна проигрывает чаще всего. Проигрывает своим предным. Средам его забаривают. И вот это вот сакираса, когда на равных. И что еще хотел сказать в этой связи, но все равно это служение, вот если мы про этот стих говорим, все равно это служение. И нам нужно делать акцент вот в нашей практике служить Кришне, делать то, что ему нравится. Потому что если мы не будем это делать, как иногда, знаете, вот когда описывают разные виды учеников, говорят, что есть ученики. Первый класс, это когда ученик предугадывает то, что гуру хочет у него попросить. Это первый класс. Второй класс, это тот, кто делает то, что его гуру просит. Третий, это когда его просит, он не делает. И сразу каким хочется быть учеником? Первым. Но так не получится. Начать надо со второго. Сначала надо делать то, что вас просят. И когда это получится, то тогда можно будет... Я помню, Гуру Махараджа переводит... Как его зовут преданный? Его на хинди его переводит. Кришнананда Прабу. Кришнанда Прабу переводит, значит, Гуру Шигараданад Махараджа на хинди. И Гуру Махараджа еще не сказал, а он уже перевел. И вот он так к него смотрит, типа... А говорит, ну... Вот это Сакираса. Они знают быстрее, больше, чем Кришны. И еще важный момент. То, что вокруг нас, то, что люди и наши близкие, я вот с чего хотел зайти вообще в эту тему, это то, что, хотя никто из нас не является Кришной. И никакая вещь, никакие отношения, никакие там работы или какие-то наши вещи, которые мы делаем, это не является Кришной. И первое, что возникает, когда слышишь об этом, какой первый позыв, что это все надо бросить. Правильно? Ну, Аржуна, когда узнал о том, что надо заниматься духовной практикой, то первое, что он хотел сделать, уйти с работы. Уйти с работы, разорвать все вот это вот все и погрузиться в духовную практику. Но оно так не получится, во-первых. Хотя близкие наши не Кришна, и эта иллюзия думать, что вот там я найду то, что я ищу, мы это найдем только-только, если это будет Кришна. Поэтому мы все ищем Кришну. То есть мы не зря тут ходим по этим местам. Вот цель такая, что кроме Кришны никто нашу потребность в отношениях не удовлетворит. Ну никто, ну не получится. Ну то есть все равно, даже будем с кем-то дружить, а все равно будет чего-то не хватать. Даже если прям вот, ну все к нам хорошо относятся, а все равно же, вот все равно что-то свое у них есть. Все равно что-то свое есть. Ну нет чистой преданности, ну нет ее здесь. Невозможное. Вот. Но это не значит, что теперь надо все это бросить. Это значит, что надо просто поменять свою цель. Нужно понять, что только Кришна, только Кришна позволит нам испытать вот это вот счастье, которого мы ищем. А что касается остальных, что касается остальных, спрашивают часто, а преданные между собой в духовном мире, но если они там только Кришна, а как же преданные? Вот эти пастушки, которые вокруг Кришны бегают, они между собой не дружат, что ли? А как они дружат? Они у них одна цель есть, они фанаты Кришны. И они, когда общаются, у них всегда есть повод для общения. Что такого сделать для того, чтобы Кришне стало еще приятнее? Это единственное, что их объединяет. Это то, что делает их друзьями. В чем их дружба? То, что они вместе служат Кришне. И это как в материальном мире, как у начинающих преданных. Начинающие преданные, когда... Какой у них повод для общения? Материальная дружба. В чем материальная дружба? Вот. Люди любят футбол. Ты тоже любишь футбол? Здорово. Давай вместе будем ходить на футбол. Ты мне будешь помогать в этом, а я буду тебе помогать в этом. Вот что объединяет их. Какая-то материальная кармическая обусловленность делает так, что какие-то люди, вот у меня есть какие-то вот с ним хорошие отношения. Просто материальная, материальная вещь. Но когда это касается преданных, и по привычке, когда мы приходим в сознание Кришны, все равно вот это очень сильно нас влияет. Материальная обусловленность. Поэтому находим преданных, держимся ближе к преданным, у которых есть что-то схожее. Совместное служение, там мы музыканты, или мы, я не знаю, проводники по святым местам, или что-то еще. Что-то должно объединять. Но в какой-то момент самым ценным становится то, что эти преданные, что эти преданные помогают мне чувствовать Кришну. И это у меня появляется повод для отношений с этим человеком. Не потому, что он приносит мне какое-то чувственное насхождение, а потому, что он увеличивает мою веру в Кришну. Это на уровне начинающих преданных, и на уровне совершенных преданных то же самое. Родители заботятся о своих детях, в духовном мире. Да? О пастушках они заботятся. Почему они там их моют? Почему они их там украшают? Потому что это их служение Кришне. Эти пастушки будут с Кришной пасти коров. Поэтому они так дороги для меня. Представляете? Это странная, конечно, концепция такая. Но вот именно это то, что приводит к тому, что в духовном мире нет никакой вражды. Потому что Кришна отвечает каждому. У Него на всех хватает время. Да? Вот тут тоже вспоминали эту сцену, когда Кришна вместе с пастушками принимал просад, то их было осанки, их было миллионы просто. Но при этом каждый из них видел, что Кришна смотрит только на Него и общается только с Ним. В Расселиле точно так же. Каждый гопи думает, что Кришна танцует только со мной. Никто из нас так не сможет сделать. А Кришна так может сделать. Поэтому в духовном мире все фанаты Кришны. Вот никто другой не может заменить Его. Ни у кого другого. Так не получится просто. И никто не хочет, чтобы был кто-то другой, кроме Кришны. И они ценят друг друга только потому, что он связан с Кришной. Он либо помогает мне думать о Кришне, либо через Него я могу послужить Кришне. В этом Его ценность. Но главное все равно – это Кришна. Но если мы пойдем дальше, то у нас Шимати Радхарани возникнет. То есть в центре Шимати Радхарани – это служение Кришне. Даже не Кришна, а служение Кришне. Но мы не будем в эзотерику. Пока Кришна. И еще один важный момент я хотел сказать. Тоже мы сегодня об этом слышали на лекции с утра, про дружбу и, соответственно, такая перспектива – надо дружить с преданным. Мы тоже можем дружить с Кришной. И наша дружба с Кришной, я прочитал это в «Нектаре преданности» Шила Праупада, когда говорит о дружбе с Кришной, говорит о том, что проповедовать сознание Кришной – это как раз тоже дружба с Кришной. Шила Праупада объясняет таким образом. Кришна такой замечательный, послушайте о нем. Послушайте, какой он удивительный. Так друг поступай. Так поступай друг. Так поступай друг. Вот, с другой стороны, дружить – это фраза, вот есть такая фраза знаменитая Шила Радханат Махараджа. Мы должны не искать друзей, а быть другом. Тоже не могу не вспомнить эту фразу в связи с Сакхи. Сакхи, о которой мы здесь говорим. Обычно люди ищут друзей. Ищут друзей. То есть найти человека, который будет делать какие-то приятные вещи для меня. То есть как-то вот удобно мне будет с ним. Правильно? Все нормальные люди… Что такое вообще? Все нормальные люди хотели бы вот таких вот близких отношений. И вот надо найти такого человека, с кем не будет вот так хорошо. Много у вас было таких людей, когда вы были не в Харе Кришне? Много было таких людей? Нет. Теперь смотрите, что происходит. Вы приходите в Харе Кришне, там вы еще были в своей какой-то кармической ситуации. Там вот по карме вот такие же люди, какой-то социальный слой, где вы общались. И тут вы приходите в Харе Кришне, где вообще другой социальный уровень вообще не подходит. И все понаехали с разными представлениями. Мы вот если бы не Харе Кришне, мы вообще с вами вообще никогда не встретились. Правильно? Вряд ли мы с таким вот, с таким как я, вы бы где-то там встретились. Вряд ли. Правильно? И вот теперь вот с такими разными людьми, вот и там не могли найти. А вот здесь мы сейчас найдем. С какой радостью-то? Это же еще в 10 раз сложнее. Найти человека, с кем мне будет вот хорошо. А мы же приходим и говорят, надо искать друзей. И вот я вот как, по материальной представления, искать человека, с кем мне будет хорошо. Вот-вот комфортно мне будет. И вот я прихожу, говорит, надо, чтобы у вас был человек, с кем вот сердце открывать. Вот такой вот друг должен быть. Я хожу, говорю, я ищу их, ищу, 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 ищу. На лекциях-то часто об этом говорят. А по факту, что-то не находится, где они вообще такие люди-то берутся. И вот хожу, вот у меня нет друзей в сознании Кришны. Давай ты будешь моим другом в сознании Кришны. Он говорит, ну давайте, давайте попробуем. А оно так не работает. Поэтому искать друзей, искать друзей, это очень, очень, понимаете, такая вот, не получится это. Не получится. И другой вариант, быть другом. Искать друзей, значит, я ожидаю, что вот люди начнут ко мне по-дружески относиться. И обижаюсь, как вдруг они не по-дружески ко мне относятся. Потому что я жду, что они начнут так относиться. А быть другом, это означает, что я веду себя как друг. Что значит вести себя как друг? Что значит вести себя как друг? Заботиться, послужить надо. Послужить. Когда говорят, что преданные дружат с другими преданными, имеется в виду, что они не то, что они говорят, ну-ка быстро, резко стали моими друзьями. Но так не бывает. Это означает, дружит означает, ведет себя как друг по отношению к преданным. И, соответственно, это я могу сделать, что-то такое сделать для них. Думаю о том. Это же креатив включается. Если я действительно хочу как-то послужить Вайшнаву, и начинаю думать, что я могу такого сделать для того, чтобы их вера в сознание Кришны стала больше. Вот это что такое быть другом. И вот представьте, что кто-то вокруг вас, кто-то вокруг вас начинает по отношению к вам вести себя так, чтобы ваша вера увеличилась в сознании Кришны. Как вы будете относиться к этому человеку? Ну как-то тоже, как-то хочется будет какая-то благодарность, какой-то ответ дать. Вот. И вот, если мы ведем себя, если представьте, все здесь начинают вести дружески по отношению к другому, при этом не требовать, что знаешь, вот теперь ты должен открывать мне сердце, я уж не знаю, тут эти понаехали. Я про себя, они-то местные. Он полз вообще по делам, а тут кто-то как бы на его пути и говорят. Гора выросла. Гора такая. Вы представляете, да? Если все будут вести себя вот таким образом, не требовать, а чего вот ты мне улыбаешься, а чего ты мне вот это… Вот претензии все время, претензии. Вместо этого претензий нет, нет ожиданий таких. Я не жду, я не ищу друзей в смысле, не заставляя других людей мне служить и дружить со мной. А я сам по отношению к ним веду себя дружественно. И если вдруг кто-то в ответ на мою дружественность ответит взаимностью, такое может быть, а такого может и не быть. Это же непредсказуемо. Но вдруг кто-то ответит взаимностью, то вот это, Гуру Махарадж говорит, что вот это надо ценить. Это редкая вещь. Если кто-то не ответит, все равно я буду дружественно настроен. Все равно я буду служить Вайшнавам, помогать им так или иначе в их служении Гуру и Кришне. Вот это моя дружественность. И в духовном мире они все такие. Никто не ждет, да, никто не ждет по отношению к себе. Там нет ни у кого ожиданий. Там все только хотят служить. Пастушки только хотят служить. Гопи только хотят служить. Цветочки только хотят служить. Все только хотят служить. Служить означает, чтобы Кришна был счастлив. И, соответственно, преданные то же самое настроение. Они помогают друг другу дружественно. Дружат на основе того, чтобы помогать друг другу в том, чтобы радовать Кришну. Вот это преданных объединяет. Если кто-то с кем-то у нас получается как-то совместно что-то делать, и мы друг в друге нуждаемся, то это всякий раз среди преданных. Но это редкое явление. Это всегда было редкое явление. Всегда будет редкое явление. Но преданные тем не менее продолжают ко всем Кришнамам вести себя как друг. Учитывая дистанцию служения, которое он может предоставить. Если я хочу служить, и я понимаю, что мое присутствие человека раздражает, то, соответственно, я служу ему на той дистанции, где его не раздражает. Не потому что я к нему плохо отношусь. А просто я понимаю, что послужить я ему могу только вот на этом расстоянии. Если я ближе подойду, то это уже не будет ему служение. Он будет раздражаться от моего присутствия. Поэтому я служу чуть-чуть подальше. Вот тогда это пользу ему приносит. Вот это то, как думает тот, кто как друг. А тот, кто ищет друзей, он просто лезет. Вот куда надо, куда не надо. И требует постоянно. А что вы так? Так же нельзя. Вы же должны вот так. Примите меня. Примите меня, да. То есть, представьте, вот вы там с кем-то вот общаетесь. Кто там залазит тут? А я тоже с вами хочу. Ну подождите, у нас тут как бы закрытый клуб. А я вот, ну вот, а как я вот, ну вот. Возьмите меня, да. Как бы старшие ученики Шивы Прабхады там читают книги. Я тоже хочу с вами читать книги. Ну-ка быстренько меня взяли. У вас тут сокровенная Кадха. Я тоже хочу в этом участвовать. Ну это же раз Абхаз будет. Так же не получится. Как я могу им послужить? Как-то по-другому. А с кем-то другим у меня будут, да и другие отношения. Ну вот это мысли, которые мне хотелось, с которыми хотелось поделиться с вами в этом месте. Спасибо. 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 Спасибо.